Луны Олимпа В настоящее время на пути к Юпитеру находится космический аппарат Юнона. Это будет первая орбитальная миссия со времён космического аппарата Галилео, закончившего работу в 2003 году. Задача Юнона — выйти на высокоэллиптическую полярную орбиту и тщательнейшим образом изучить Юпитер. Несколько других космических аппаратов пролетели мимо этой системы по пути к другим точкам назначения и передали интереснейшие данные о юпитерианских лунах. Юпитер — крупнейшая планета нашей Солнечной системы. На его орбите, насколько нам известно, вращается 67 спутников, большинство из которых представляет собой каменные массивы странной формы, скорее всего, астероиды, как Амальтея, захваченные мощным гравитационным полем планеты. Однако четыре крупнейших спутника Юпитера овладают достаточными размерами и плотностью, чтобы образовать сферические тела. Их называют «галилеевыми лунами» в честь великого итальянского учёного и астронома Галилео Галилея, открывшего их в 1610 году. Ио — самая маленькая из лун Юпитера, но всё равно крупнее нашей Луны, и её орбита расположена ближе всего к Юпитеру. Мощные гравитационные эффекты определяют жестокую и активную природу Луны. На ней расположены более 400 вулканов, потоков лавы и серных гейзеров, поднимающихся на 300 километров над поверхностью. Самая плотная из четырёх лун, её ещё и самая сухая. Считается, что она состоит в основном из силикатного камня с ядром из расплавленного железа или сульфида железа. Большая часть поверхности состоит из обширных равнин, покрытых замёрзшей серой и сернистым газом. С геологической точки зрения поверхность довольно молода, учитывая небольшое количество ударных кратеров и, в отличие от других космических тел, эти кратеры покрыты следами вулканической активности. Многочисленные активные вулканы извергают вещества высоко над поверхностью Луны, выбрасывая их на орбиту Юпитера. Внутренняя энергия этой сверхактивной Луны обусловлена гравитационными приливными силами, действующими между Юпитером и другими лунами, находящимися на более удалённых, чем её орбитах. Европа чуть меньше нашей Луны и покрыта ледяной коркой, которую считают солёным океаном, способным поддерживать существование жизни. На ней также есть активные гейзеры, выбрасывающие вещество в космос. Так откуда нам известно о существовании океана Европы? Кевин Хэнд, космобиолог. Это результат объединения информации, полученной с помощью телескопов на Земле и космического аппарата, пролетавшего мимо Европы и собравшего данные о поверхности, внутренней структуре и магнитном поле вокруг Европы. Комбинация этих данных даёт нам высокую степень уверенности в том, что этот жидкий океан, состоящий из воды, существует сейчас и существовал на протяжении большей части истории Солнечной системы. И это знание о Европе меняет многое. Она находится очень далеко от Солнца и всё же обладает океаном жидкой воды. И причина в том, что Европа вращается вокруг Юпитера, поэтому приливная тяга заставляет её поверхность двигаться вверх-вниз. Таким образом, приливная энергия превращается в механическую, которая, в свою очередь, превращается в трение и тепло, что и помогает сохранять океан жидкой воды под ледяным панцирем. Помимо сохранения жидкой воды, мы считаем, что приливная энергия может также позволять океану взаимодействовать со скалами, находящимися на дне, и это может привести к возникновению гидротермальных вентиляционных отверстий, которые помогают обеспечить создание условий для возникновения жизни и энергии для её поддержания. Новые горизонты космоса На сегодняшний день Европа наиболее вероятное место для обнаружения жизни в нашей Солнечной системе. Роберт Папаларда, учёный. Поскольку мы считаем, что под поверхностью находится океан жидкой воды, и нам известно, что на Земле, везде, где есть вода, есть жизнь, возможно, и на Европе есть всё необходимое для поддержания подобной жизни. Клауди Александр, менеджер проекта. Возможно, перед нами небесное тело, которое в настоящий момент живёт активно и проходит стадии геологического развития. Мы видим на поверхности слишком много свидетельств того, что там что-то происходит. К примеру, это красное вещество. Может быть, это окружающая среда, в которой может обитать какая-то форма жизни. Мы создали миссию Европа... Сара Саска, инженер по полезной нагрузке. Чтобы доставить космический аппарат с планеты Земля на Юпитер. Предыдущие миссии создавались с целью выйти на орбиту Европы. Но Европу заливает радиация, исходящая от Юпитера. Любая миссия, попадающая в окрестности Европы, довольно быстро заканчивается. И мы запланировали миссию, которая выйдет на орбиту Юпитера, пролетит максимально близко от Европы, а затем уйдет из района высокой радиации. Это позволит провести многолетнюю экспедицию, которая сможет собрать и передать огромное количество данных. Обращаясь вокруг Юпитера, Европа изменяет свою форму, и мы сможем измерить гравитационные изменения Европы, приближаясь к ней в различных точках ее орбиты. При обычном пролете возле планеты мы бы включили приборы дистанционного зондирования. Мы бы получили изображение поверхности, изучили бы поверхность с помощью спектроскопии и повторили бы все процессы на обратном пути, а затем еще и еще повторяли бы, пока не изучили Европу полностью. Изображения, полученные с помощью космического телескопа Хаббл, говорят о том, что Европа может испускать фонтаны воды высоко в космос. Если это так, космический аппарат может пролететь через один из таких фонтанов и получить образец для изучения внутреннего строения Европы. Если там действительно существует жизнь, то как это возможно? У нас будет достаточно инструментов, чтобы точно выяснить, каков механизм восполнения питательных веществ в океане под ледяной поверхностью. Европа чрезвычайно важна для получения ответа на вопрос, «Одиноки ли мы во Вселенной?». Если есть жизнь на Европе, она почти несомненно возникла там, независимо от появления жизни на Земле. Впервые в истории человечества у нас есть инструменты, технологии и возможность получить ответ на этот вопрос. Теперь мы знаем, где его искать. На океаническом мире Юпитера под названием Европа. Миссия Европа Клипер прошла предварительную разработку и предложение по стратегии, а также получила дальнейшее финансирование. Европейское космическое агентство было приглашено для создания дополнительного космического аппарата для полета вместе с Клипером, как это было в миссии «Кассини-Гюгенс», который мог бы приземлиться или упасть на поверхность Луны. В штатном режиме миссия «Кассини-Клипер» совершит 45 пролетов мимо Европы на высоте от 2700 до 25 километров. Предполагаемое окно запуска – 2025 год. Если запуск будет произведен с помощью новой тяжелой ракеты НАСА, космическому аппарату потребуется менее двух лет, чтобы достичь Юпитера. Если же нет, на полет уйдет шесть с половиной лет. Крупнейшая Луна в Солнечной системе и еще один ледяной мир – Ганимет. Состоящая из силикатных пород и замерзшей воды, поверхность испещрена ударными кратерами и регионами тектонической активности. Луна обладает тонкой атмосферой из кислорода и, возможно, озона и атомарного водорода. У Луны есть внешнее ядро, богатое жидким железом, и внутренний океан, содержащий, возможно, больше воды, чем земные океаны. Недавние модели предполагают, что внутренняя часть может состоять из слоев воды и льда, как сэндвич. Ганимет также единственная известная Луна с собственным магнитным полем, но оно встроено в мощное магнитное поле Юпитера и подавлено им, однако есть признаки активности полярных сияний. Ганимет также является финальной целью миссии СОК, Европейского космического агентства, которое отправится к трем из четырех лун Юпитера. Она будет запущена в 2022 году с Европейского космодрома Куру во французской Гвиане ракеты-носителя Мариан-5 и прибудет к Юпитеру в 2030 году, где проведет как минимум три года, проводя тщательные исследования. Миссия также посетит Калисто, самый кратерированный объект в Солнечной системе, и дважды пролетит мимо Европы. Калисто – четвертая и наиболее удаленная от Юпитера Луна. Она находится вне основного радиационного пояса планеты. Калисто обладает очень тонкой атмосферой из углекислого газа и молекулярного кислорода с низкой радиацией. Калисто состоит из силикатной породы и ледяной воды. Под ее поверхностью также может находиться океан. Она считается наиболее подходящим местом для размещения обитаемой базы в будущем. Новые горизонты космоса У Сатурна 62 подтвержденных орбитальных спутника, многие из них менее 50 километров в диаметре. Основа самых крупных сферических лун – преимущественно застывшая вода и небольшое количество камня. Их названия – Мимос, Энцелад, Тефия, Диона и Рея. Энцелад покрыт льдом, под которым на южном полюсе находится океан. Наблюдались геологически активные гейзеры в южном регионе. Возможно, они возникают из-за приливного нагрева и орбитального резонанса с Диона и Реей. Также там может существовать жидкий океан, нагретый внутренним радиоактивным распадом. Однако основная ценность системы Сатурна – несомненно, Титан. Титан – единственная луна с плотной атмосферой и, помимо Земли, единственное космическое тело со стабильными поверхностными резервуарами жидкости. Он больше и Меркурия, и нашей собственной луны. Кассини опустил аппарат Гюйгенс на его поверхность в 2005 году. Титан – самая большая луна Сатурна. Это вторая по величине луна в Солнечной системе. И это единственная луна в Солнечной системе с большой атмосферой. И в некоторых аспектах эта атмосфера очень напоминает земную. Она состоит в основном из азота, но по другим составляющим серьезно отличается. Второй наиболее присутствующий в ней газ – это метан. И он играет ту же роль, что и водяные испарения в земной атмосфере. Он испаряется с поверхности, образует облака, затем проливается дождем, образуя озера, которые мы видим на северном полюсе Титана, включая этановые и пропановые, и множество других сложных химических веществ. Хонор Никсон – ученый-планетолог. Также мы видим обширные поля Дюн на экваторе, которые состоят не из силикатов, как на Земле, а из органических субстанций. В настоящий момент мы изучаем молекулы, присутствующие в атмосфере, и видим все молекулы, ранее обнаруженные Воджером. Но мы также можем искать новые молекулы, и даже среди следов всех этих более распространенных молекул мы видели небольшой всплеск, принадлежащий новому виду, который мы прежде не видели, и это был пропилен. Обнаружение пропилена на Титане чрезвычайно знаменательно. Во-первых, он является недостающим звеном по отношению к данным, полученным 32 года назад с Вояджера, а также показывает, что в атмосфере Титана нас ждет еще много открытий. Некоторые ученые считают, что Титан схож с биологической землей прошлого, когда молекулы еще только формировали основы жизни. Мы не знаем, что найдем на Титане, если отправим туда следующий космический аппарат с новыми, более чувствительными приборами. НАСА готовит новый космический аппарат, который последует за Кассини. Он называется миссия системы Титан-Сатурн. Кассини мог исследовать озера, получить общее представление об их составляющих, но ему не были доступны данные об органических молекулах, растворенных в озерах. Миссия системы Титан-Сатурн ставит перед собой целых три задачи. Космический аппарат выйдет на орбиту Титана запустит воздушный шар, который будет парить в атмосфере, и затопит посадочный модуль в одном из северных озер Титана. Этот модуль получит образец жидкости и выяснит, какие органические молекулы в нем присутствуют. Миссия системы Титан-Сатурн также побывает у Энцелада, самой маленькой Луны, ее размеры в тысячу раз меньше Титана. На ней есть вулканы-гейзеры, которые извергают породу из недр этой Луны. У нас появится шанс узнать, есть ли там молекулы, указывающие на возникновение жизни в регионе действия этих гейзеров. Джонатан Лунин, ученый. В этих гейзерах есть лед, и мы почти уверены, что в регионе, откуда изливаются эти гейзеры, есть жидкая вода. Мы знаем, что там есть органические молекулы, поскольку они были измерены к осени. Способность быстро возобновить исследования чрезвычайно важна, поскольку Кассини-Гюгенс помог обучить целое поколение ученых, которые готовы использовать новое поколение приборов и возможностей для продолжения изучения Титана и Энцелада. Эта преемственность знаний и энтузиазма чрезвычайно важна. Ее сложно поддерживать, так как путешествия во внешнюю часть Солнечной системы занимают очень длительное время. Миссия системы Титан-Сатурн – настоящая реализация идеи Жюля Верна. Подобные исследования планет не проводились еще никогда и нигде в Солнечной системе, и они возможны только на Титане. Эта миссия затронет сердца людей, открывая им новый, удивительный мир. Она поплывет по поверхности озера, она будет парить в атмосфере, и в то же время она покажет всю поверхность небесного тела с орбиты. Это открытие и исследование нового мира в самом истинном смысле этого слова. Новые горизонты космоса У планеты Уран известно 27 лун, разделенных на три категории. 13 внутренних лун, 5 основных лун и 9 непостоянных. Возле этих миров побывал только Voyager 2, там по-прежнему остается много неизведанного. Основные луны в порядке удаления от планеты Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Аберон. На четырех из этих лун обнаружены следы внутренних процессов, таких как вулканизм и формация наземных каньонов. Миранда – самая маленькая из круглых лун Урана и один из самых маленьких объектов Солнечной системы, приобретших сферическую форму под влиянием собственной гравитации. На удивление, она также обладает наиболее высокими скалами в Солнечной системе. Считается, что Ариэль состоит из равных частей скалы льда, её поверхность, вероятно, покрыта льдом и изрезана обрывами каньонов и хребтами гор. Умбриэль также считается состоящей из скал и льда, её поверхность – самая тёмная среди лун и покрыта множеством кратеров. Похоже, поверхность подверглась какому-то типа нагрева, что привело к уничтожению первоначальных особенностей. Титания – самая большая из лун Урана, сходна по составу с остальными. Множество кратеров были сглажены изменениями поверхности из-за нагрева, как и у её сестры – Умбриэль. Титания может обладать слабой атмосферой, так как на поверхности были обнаружены углекислый газ и замерзшая вода. Аберрон – наиболее удалённый от планеты Луна. Кажется, сходный с остальными. Скалы, лёд, множество кратеров, на поверхности много обрывов и впадин от движения коры небесного тела. На данный момент планов повторного посещения этих миров не существует. У Нептуна 14 известных лун, разделённых на две группы – постоянные и непостоянные. Семь внутренних лун движутся по нормальным орбитам, оставшиеся семь, включая крупнейшую луну Тритон, движутся по эксцентричным, наклонным или ретроградным орбитам. Тритон идёт по орбите, противоположной вращению Нептуна. Учёные считают, что он, возможно, был захвачен гравитацией Нептуна в ранние времена существования Солнечной системы. У Тритона есть атмосфера, формирующая облака и туман. Это единственная луна, изученная вблизи Войджером, пролетавшим мимо этой системы. Однако Нептун играет очень важную роль на краю Солнечной системы. Планета сформировалась из диска пыли, окружавшего наше Солнце миллиарды лет назад. Остатки этого диска сохранились до сих пор. Это поиск каменных астероидов, на который оказывает влияние Юпитер и облако ледяного мусора позади Нептуна. Нептун создаёт кольцевую структуру в облаке пыли с просветом, в котором и располагается планета. Кристофер Старк, учёный. Этот просвет сравнительно легко позволяет издалека определить, где находится Нептун. Даже на расстояниях, когда планета слишком тусклая, чтобы её заметить. Моделирование на суперкомпьютере, проведённое Марком Кушнером и мной, позволило нам увидеть, как могла выглядеть пыль Солнечной системы, когда она была гораздо моложе. Мы даже можем вернуться в прошлое, чтобы увидеть, как изменился внешний вид Солнечной системы. Столкновения пыли изменили гравитационный след Нептуна. Просвет в кольцевой структуре исчез. За миллиарды лет Нептун согнал полевое облако во внешнее кольцо, которое сейчас называется поясом Койпера. Космический аппарат «Новые горизонты» изучает этот регион, впервые пролетая мимо загадочного Плутона и его луны Харона. Харон – самая большая из пяти лун Плутона. Остальные четыре движутся по неустойчивым орбитам вокруг пары Плутон-Харон. Никс и Гидра – несимметричной формы, благодаря нестабильному движению по орбите. Это изображение Никс и Гидры, сделанное аппаратом «Новые горизонты» с расстояния около 650 тысяч километров, обнаруживающая их несимметричную форму. Плутон был первым из обнаруженных транснептуновых объектов, и сперва его посчитали девятой планетой. Бонни Бурати, НАСА. Тогда Плутон был странным новым небесным телом. А затем мы обнаружили объекты пояса Койпера, и поняли, что это практически третий тип небесных тел. Джеймс Грин, директор по планетологии. Мы впервые сможем пролететь мимо совершенно нового объекта, формировавшегося миллиарды лет, и понять, что из себя представляют внешние части Солнечной системы. Плутон – первый из объектов пояса Койпера, который мы увидим вблизи. Множество других карликовых планет ожидают детального изучения. К примеру, Эрис, размером почти с Меркурий, Квавар – первый открытый объект пояса Койпера. Наиболее эксцентричная орбита принадлежит Сенде. Это эллиптическая орбита длиной 11 тысяч лет, приводящая ее в ледяное облако Оорта, на краю Солнечной системы. Однажды облако Оорта станет нашей новой границей. Продолжение следует...